Лет двести тому назад ветер-сеятель принес два семечка блудового болота — семя сосны и семя елей. Оба семечка легли в одну ямку возле большого плоского камня. С тех пор уже лет, может быть, двести эти ели и сосна вместе растут. Их корни с малолетства сплелись, их стволы тянулись вверх рядом к свету, стараясь обогнать друг друга. Деревья разных пород боролись между собой корнями за питание, сучьями за воздух и свет. Поднимаясь все выше, толстея стволами, они впивались сухими сучьями в живые стволы и местами насквозь прокололи друг друга. Злой ветер, устроив деревьям такую несчастную жизнь, прилетал сюда иногда покачать их. И тогда деревья так стонали и выли на все блудовое болото, как живые существа, что лисичка, свернувшаяся на маховой кочке в клубочек, поднимала вверх свою острую мордочку. До того близок был живым существам этот стон и вой сосны и ели, что одичавшая собака в блудовом болоте, услыхав его, выла от тоски по человеку, а волк выл от неизбывной злобы к нему. Сюда, к лежачему камню, пришли дети в то самое время, когда первые лучи солнца, пролетев над низенькими корявыми болотными елочками и березками, осветили звонкую барину, и могучие стволы соснового бора стали, как зажженные свечи великого храма природы. Оттуда, сюда, к этому плоскому камню, где сели отдохнуть дети, слабо долетело пение птиц, посвященное восходу великого солнца. Было совсем тихо в природе, и дети, озябшие, до того были тихи, что Тетерев-косач не обратил на них никакого внимания. Он сел на самом верху, где сук сосны и сук ели сложились, как мостик между двумя деревьями. Устроившись на этом мостике для него довольно широком, ближе к ели, косач как будто стал расцветать в лучах восходящего солнца. На голове его гребешок загорелся огненным цветком. Синее в глубине черного грудь его стало переливать из синего на зеленое, и особенно красив стал его радужный, раскинутый лирой хвост. Завидев солнце над болотными жалкими елочками, он вдруг подпрыгнул на своем высоком мостике, показал свое белое чистейшее белье под хвостья, под крылья и крикнул «Чув-ши!». По-тетеревиному «Чув» скорее всего означало солнце, а «Ши» вероятно было у них наше «Здравствуй». В ответ на это первое чуфыканье косача-таковика далеко по всему болоту раздалось такое же чуфыканье с хлопанием крыльев, и вскоре со всех сторон сюда стали прилетать и садиться вблизи лежачего камня десятки больших птиц, как две капли воды, похожих на косача. Затаив дыхание, сидели дети на холодном камне, дожидаясь, когда к ним придут лучи солнца и обогреют их хоть немного. И вот первый луч, скользнув по верхушкам ближайших очень маленьких елочек, наконец-то заиграл на щеках у детей. Тогда верхний косач, приветствуя солнце, перестал подпрыгивать и чуфыкать. Он присел низко на мостике у вершины елки, вытянул свою длинную шею вдоль сука и завел долгую, похожую на журчание ручейка, песню. В ответ ему тут где-то вблизи сидящие на земле десятки таких же птиц, тоже каждый петух, вытянув шею, затянули ту же самую песню. И тогда как будто довольно уже большой ручей с бормотанием побежал по невидимым камешкам. Сколько раз мы, охотники, выждав темное утро, на зябкой заре, с трепетом слушали это пение, стараясь по-своему понять, о чем поют петухи. И когда мы по-своему повторяли их бормотание, то у нас выходило «Крутый перья, ур-гур-гу, крутый перья, оборву, оборву». Так бормотали дружно тетерева, собираясь в то же время подраться. И когда они так бормотали, случилось небольшое событие в глубине еловой густой кроны. Там сидела на гнезде ворона и все время таилась там от косача, такующего почти возле самого гнезда. Ворона очень бы желала прогнать косача, но она боялась оставить гнездо и остудить на утреннем морозе яйца. Ворона, стерегущий гнездо ворона, самец в это время делал свой облет и, наверное, встретив что-нибудь подозрительное, задержался. Ворона в ожидании самца залегла в гнезде, была тише воды ниже травы. И вдруг, увидев летящего обратно самца, крикнула свое «Кра!» Это значило у нее «Выручай!» «Кра!» — ответил самец в сторону тока, в том смысле, что еще неизвестно, кто кому оборвет крутые перья. Самец, сразу поняв, в чем тут дело, спустился и сел на тот же мостик возле елки у самого гнезда, где косач таковал, только поближе к сосне и стал выжидать. Косач в это время, не обращая на самца ворона никакого внимания, выкликнул свое, известное всем охотникам, «Кар-кар-кекс!» И это было сигналом ко всеобщей драке всех атакующих петухов. Ну и полетели во все-то стороны крутые перья. И тут, как будто по тому же сигналу, ворона-самец мелкими шагами по мостику незаметно стал подбираться к косачу. Неподвижные, как изваяние, сидели на камне охотники за сладкой клюквой. Солнце, такое горячее и чистое, вышло против них над болотными елочками. Но случилось на небе в это время одно облако. Оно и явилось, как холодная синяя стрелка, и пересекло с собой пополам восходящее солнце. В то же время вдруг ветер рванул еще раз, и тогда нажала сосна, и ель зарычала. В это время, отдохнув на камне и согревшись в лучах солнца, Настя с метражей встали, чтобы продолжать дальше свой путь. Но у самого камня довольно широкая болотная тропа расходилась вилкой. Одна хорошая плотная тропа шла направо, другая слабенькая — прямо. Проверив по компасу направление троп метража, указывая слабую тропу, сказал. — Нам надо по этой на север. — Это не тропа, — ответила Настя. — Вот еще! — рассердился метража. — Люди шли, значит, тропа. Нам надо на север. Идем, и не разговаривай больше. Насте было обидно подчиниться младшему метраше. — Кра! — крикнула в это время ворона в гнезде. И ее самец мелкими шажками перебежал ближе к косачу на полмостика. Вторая круто-синяя стрелка пересекла солнце, и сверху стала надвигаться серая хмарь. Золотая курочка собралась силами и попробовала уговорить своего друга. — Смотри, — сказала она, — какая плотная моя тропа. Тут все люди ходят. Неужели мы умней всех? — Пусть ходят все люди, — решительно ответил упрямый мужичок в мешочке. — Мы должны идти по стрелке, как отец нас учил, на север, к палестинке. — Отец нам сказки рассказывал. Он шутил с нами, — сказала Настя. — И, наверное, на севере вовсе и нет никакой палестинки. Очень даже будет глупо нам по стрелке идти. Как раз не на палестинку, а в самую слепую Еланю годим. — Ладно, — резко повернул метраше. — Я с тобой больше спорить не буду. Ты иди по своей тропе, куда все бабы ходят за клюквой. Я же пойду сам по себе, по своей тропке на север. И в самом деле пошел туда, не подумав ни о корзине для клюквы, ни о пище. Насте бы надо было об этом напомнить ему. Но она так сама рассердилась, что вся красная, как кумач, плюнула вслед ему и пошла за клюквой по общей тропе. — Кра! — закричала ворона. И самец быстро перебежал по мостику остальной путь до косача и со всей силы долбанул его. Как ошпаренный метнулся косач к улетающим тетеревам, но разгневанный самец догнал его, вырвал, пустил по воздуху пучок белых и радужных перышек и погнал, и погнал далеко. Тогда серая хмарь плотно надвинулась и закрыла все солнце с его живительными лучами. Злой ветер очень резко рванул, сплетенные корнями деревья, прокалывая друг друга сучьями на все блудово болото, зарычали, завыли, застонали. Деревья так жалобно стонали, что из полуобвалившейся картофельной ямы возле сторожки Антипыча вылезла его гончая собака Травка и точно так же в тон деревьям жалобно завыла. Зачем же надо было вылезать собаке так рано из теплого, належанного подвала и жалобно выть, отвечая деревьям? Среди звуков стона, рычания, ворчания, воя в это утро у деревьев иногда выходило так, будто где-то горько плакал в лесу потерянный или покинутый ребенок. Вот этот плач и не могла выносить Травка. И, заслышав его, вылезала из ямы в ночь и в полночь. Этот плач сплетенных на веки деревьев не могла выносить собака. Деревья животному напоминали о его собственном горе. Уже целых два года прошло, как случилось ужасное несчастье в жизни Травки. Умер обожаемый ею лесник, старый охотник Антипыч. Мы с давних лет ездили к этому Антипычу на охоту, и старик, думается, сам позабыл, сколько ему было лет. Все жил, жил своей лесной старушке, и, казалось, он никогда не умрет. — Сколько тебе лет, Антипыч? — спрашивали мы. — Восемьдесят. — Мало, — отвечал он. — Сто? — Много. — Думая, что он это шутит с нами, а сам хорошо знает, мы спрашивали. — Антипыч, ну брось свои шутки, скажи нам по правде. Сколько же тебе лет? — По правде, — отвечал старик, — я вам скажу, если вы вперед скажете мне, что есть правда. — Какая она? Где живет, и как ее найти? Трудно было ответить нам. — Ты, Антипыч, старше нас, — говорили мы, — и ты, наверное, сам лучше нас знаешь, где правда. — Знаю, — усмехался Антипыч. — Ну скажи. — Не, пока жив я сказать не могу. — Вы сами ищите. Ну а как умирать буду, приезжайте, я вам тогда на ушко перешепну всю правду. Приезжайте. — Хорошо, приедем. А вдруг не угадаем, когда надо, и ты без нас помрешь? Дедушка прищурился по-своему, как он всегда щурился, когда хотел посмеяться и пошутить. — Деточки вы, — сказал он, — не маленькие, пора бы самим знать, а вы все спрашиваете. — Ну ладно уж, когда помирать соберусь, и вас тут не будет, я травки своей перешепну. — Травка, — позвал он. В хату вошла большая рыжая собака с черным ремешком по всей спине. У нее под глазами были черные полоски с загибом вроде очков, и от этого глаза казались очень большими, и ими она спрашивала, — зачем позвал меня хозяин? Антипыч как-то особенно поглядел на нее, и собака сразу поняла человека. Он звал ее по приятельству, по дружбе, не для чего, а просто так, пошутить, поиграть. Травка замахала хвостом, стала снижаться на ногах все ниже, ниже, и когда подползла так коленем старика, легла на спину и повернула вверх светлый живот с шестью парами черных сосков. Антипыч только руку протянул было, чтобы погладить ее, она вдруг как вскочит и лапами на плечи, и чмок, чмок его, и в нос, и в щеки, и в самые губы. — Ну, будет, будет, — сказал он, успокаивая собаку и, вытирая лицо рукавом, погладил ее по голове и сказал, — Ну, будет, теперь ступай к себе. Травка повернулась и вышла на двор. — Тот, — ребят, — сказал Антипыч, — вот травка собака гончая, с одного слова все понимает, а вы, глупенький, спрашивайте, где правда живет. — Ладно же, приезжайте. — А упустите меня, травки я все перешипну. И вот умер Антипыч. Вскоре после этого началась Великая Отечественная война. Другого сторожа на место Антипыча не назначили, и старушку его бросили. Очень ветхый был домик, старше много самого Антипыча, и держался уже на подпорках. Как-то раз без хозяина ветер поиграл с домиком, и он сразу весь развалился, как разваливается карточный домик от одного дыхания младенца. В один год высокая трава Иван-чай проросла через бревнышки, и от всей избушки остался на лесной поляне холмик, покрытый красными цветами. А травка переселилась в картофельную яму и стала жить в лесу, как и всякий зверь. Только очень трудно было травке привыкать к дикой жизни. Она гоняла зверей для Антипыча, своего великого и милостивого хозяина, но не для себя. Много раз случалось ей на гону поймать зайца. Подмяв его под себя, она ложилась и ждала, когда Антипыч придет, и часто вовсе голодная, не позволяла себе есть зайца. Даже если Антипыч почему-нибудь не приходил, она брала зайца в зубы, высоко задирала голову, чтобы он не болтался, и тащила домой. Так она и работала на Антипыча. Но не для себя. Хозяин любил ее, кормил и берег от волков. А теперь, когда умер Антипыч, ей нужно было, как и всякому дикому зверю, жить для себя. Случалось не один раз на жарком гону, она забывала, что гонит зайца только для того, чтобы поймать его и съесть. До того забывала травка на такой охоте, что, поймав зайца, тащила его к Антипычу. И тут, иногда услыхав стон деревьев, взбиралась на холм, бывший когда-то избушкой, и выло, и выло. К этому вою давно уже прислушивается волк-серый помещик. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ